Когда Рафаэль написал эту алтарную картину, он несомненно находился под впечатлением двух работ Перуджину, вручение ключей апостолу Петру и Сикстинской капеллы 1482 года и особенно более поздние, обручение Марии, написанной в 1503 и 1504 годах для Перуджийского собора. По сравнению с обеими картинами Перуджину, у Рафаэля появляется ряд существенных отличий, заключающихся в принципиально новом решении пространства. Храм изображен целиком, купол не срезан, он выглядит почти круглым благодаря удвоению числа сторон, из восьмиугольного он стал шестнадцатиугольным и появлению сплошного портика с двигающимися под ним фигурками. Персонажи первого плана расположены двумя полукругами, один развернут к храму, другой к зрителю, сходящимися на фигурки священника. В композиции чувствуются уроки Пьеру де Ла Франческо и архитекторов второй половины 15 века, строивших Урбинский дворец. В самой картине на антаблементе храмового портика можно прочесть подпись художника Рафаэль из Урбина. Дата стоит по обеим сторонам центральной арки. Картина была заказана семьей Альбитсини для копылы святого Иосифа в церкви Сан-Франческо в Чита де Костелло. Замысел Рафаэля и полученный результат перекликаются с творчеством архитектора Тонату Браманте, также уроженца Урбину. Здание, изображенное на обручении Марии по своему архитектурному решению, очень напоминает храм Сан-Пьетру и Монторио в Риме, проектированный Браманте в 1504 году. Продолжение следует...